Всем привет, ребят, с вами Хьюго, и в этом коротком видео я расскажу вам про новое обновление в Payday 2 под номером 107. Спустя ровно тысячу и одну ночь, наконец-то, свет вышел хоть какого-то обновления в нашем любимом Payday. И что же нам эта обновка принесла хорошего, скажете. И первое, что вы заметите, когда вы выйдете в игру после установки этого обновления, а весит оно весьма мало, по-моему, даже меньше половины гигабайта, вы увидите новую строчку под кроем Net Offline, а именно «быстрая игра». И что эта кнопочка здесь делает? И если вы ее нажмете, то вы автоматически перенесетесь в очередь в кроем Net и будете искать рандомное лобби среди всех играющих игроков. Вот, и эта функция весьма интересна, но она работает на данный момент весьма плохо. Именно потому, что когда я ее сам тестил, я три раза попадал в комнаты к читерам, которые играли на ДВ и творили там просто самый настоящий хаос. И думаю, что, не знаю, эта функция пока что на данный момент весьма бесполезна, и она работает весьма та же нестабильно. Также поиск этой быстрой игры можно настроить в настройках самой игры, нажав кнопку «Настройки» и перейти в «Настройки для быстрой игры». Здесь вы сможете настроить любой уровень сложности быстрой игры, в которую вы хотите попадать от нормала до жажды смерти. Также можете настроить минимальный и максимальный уровень игроков, с которыми вы будете играть. Но здесь весьма что-то так странно все сделано. Я абсолютно не понимаю, что это за полоска такая тут, с количеством очков от 0 до 40. Возможно, я думаю, что, скорее всего, это, наверное, уровень инфами. А именно, первое число это уровень инфами, а вторые два числа, последние, это, скорее всего, левел самого персонажа. И если она доходит до 40 и 0, то, возможно, ребята, идет здесь отсылка уже на будущее, именно на обновление инфами 3. Так как сейчас у нас придет только 25 инфами, можно достичь, вот как я, например, а 40-го, извините, у нас еще до сих пор нету. Так что, возможно, я догадываюсь, что, скорее всего, у нас скоро выйдут новые инфами. Но это тоже не факт, это всего лишь маленькая догадка. Также вы в этих настройках можете поставить две галочки, именно «Поиск игры по стелсу» либо «По лауду», ну, либо же «Громко». Все это можно настроить и уже протестировать, собственно говоря, в рандоме. Во-вторых, что вы заметите, когда вы войдете в Payday? То, что в вкладке «Ивентаря» появилась новая маленькая вкладочка под всеми иконками, а именно «Профили». Вот, и, наконец-то, в Payday добавили удобные профили для смены билдов, снаряжения и многих других вещей. Допустим, мы с вами хотим создать «Снайпер билд». Я его создал, между прочим, тут пару дней назад и два дня с ним очень активная игра, и мне этот билд, на самом деле, очень сильно нравится. Сделал я его чисто по просьбе подписчиков, так как они в последнее время просто умоляют меня его сделать по последним стримам и также видосам. Так что, ребята, этот видосик с новым билдом уже скоро появится в свет. Так вот, что у нас касается этих профилей. Допустим, мы вот, да, хотим создать «Снайпер билд». Мы пишем тут «Снайпер», допустим, какой-нибудь там, не знаю, еще «Смайлик» припишем. Ставим здесь билд, который мы создали. Выбираем снаряжение, которое мы также выбрали для этого билда. Ближний бой, метательный, перк, костюм, снаряжение. Вот, и все. Это все сохраняется в настройках игры. И теперь, когда вы зайдете в игру, либо в инвентарь, вы можете листать и выбирать профиль, какой вам только нужен. Вот, допустим, я тут создал еще одну вкладочку «Стелс». Вот, я тут выбрал себе оружие, которое мне понадобится для стелса. Билд, собственно говоря. Перк, броню и снаряжение. Также, по такому же принципу «Доджбилд» все точно так же. Ну и заодно могу вам показать, как это можно еще полностью настроить. То есть, допустим, заходим в «В-билды». Выбираем тот же самый, допустим, основной калибр, который я вам показывал. Берем снаряжение, две сумки с патронами. У нас в качестве основного оружия там был убиатор 9000. В качестве вторичного у нас был там «Судья». Вот, по-моему, вот этот вот. Тут у нас был «Шокер». Да, «Шокер» был. Так, тут были топоры. Так, «Анархист», «Калибр». «Калибр», «Легкий бренджилет», «Две сумки с патронами». Вот, называем его «Основной калибр». Ну, я так назову буквально двумя буковками, чтобы было сразу понятно. Вот, перелистываем обратно и снова возвращаемся к билду. И, как видите, все настройки, все эти снаряжения, навыки, они сохранились. Так что это весьма удобно и, между прочим, хорошая штука. Также эти профили можно выбирать уже перед началом хайста. Допустим, вы заходите в «Крайонет», покупаете контракт «Украинская работа» на «Зрожде смерти». Покупаете его, вот, и заходите уже в само начало ограбления. И что же мы с вами видим на этапе подготовки? То, что под всеми никами игроков появилась та же самая вкладка профиля. То есть мы теперь в лобби, а именно подготовки перед хайстом, можем менять билды. Это просто прорыв на самом-то деле. Вот видите, у меня сейчас основной калибр, я хопа поменял на его на додж, опа поменял на стелс и опа поменял на снайпер билд. Просто замечательно и удобно на самом деле. Также, если у вас прокачан скилл в мастерности руки и у вас имеется второе снаряжение, то вы можете увидеть уже в вкладке «Снаряжение» второй картинкой. Это тоже было добавлено с этим обновлением. Тоже, между прочим, весьма удобно. Но когда вы переходите во вкладку «Команда», это снаряжение показываться не будет. Также, ребята, с этим внулеем наконец-то вверху добавили новый хитбокс у всех противников в АПД. То есть, что это значит? Раньше мы, ребята, могли убивать, допустим, того же самого бульдозера, только через тело, либо через голову. Но урон через ноги и руки не проходил. Но сейчас все изменилось. Теперь мы можем придумать какие-то новые тактики, новые подходы для прохождения лаудхайстов и убивать противников примерно вот так вот. Так это придется убить по-обычному, по-старенькому. Вот, допустим, вот этот седьмёрк на коленках, да, там на картах. Мы целимся ему в правое колено, точнее, в левое. Выстрел, он умирает. То есть, теперь у нас урон проходит через правую, левую ногу, и также, по-моему, через руки. Но я не знаю, как это показать вам. Наверное, это будет весьма трудно показать. Так что я еще раз лучше в колено выстрелю. И для наглядного такого примера. Я, конечно, точно говоря, не знаю, какой урон проходит через ноги и руки, но, скорее всего, никакого множителя урона через них не проходит. Скорее всего, там проходит урон точно такой же, как и через тело. Также, перед тем, что вы заметите, когда вы зайдете на лаут хайст, то, что появились новые стрелочки получения урона, а именно, синие стрелочки. То есть, что они вам показывают и что они, собственно говоря, помечают. То, что по вам ведут огонь, и ваша броня снижается к нулю. Когда она у вас полностью слетит, и вы будете уже танковать своим хп, а не броней, синие стрелочки заменятся на привычные уже всем красные. Также, с этим обновлением мы, наконец-то, можем подавать хоть какие-то, но небольшие команды нашим ботам. То есть, когда вы играете один в Крамнете, либо в Крамнете офлайн, и в вашей команде есть два бота, либо даже три при использовании определенных модов, мы теперь можем надавать нашим ботам определенные команды. Раньше мы могли им только сказать, подойди поближе, либо подними меня, когда мы упали. Но теперь мы можем вот что сделать. Нажать кнопочку Z, при этом смотря на, допустим, того же самого Раста. И теперь Раст будет сидеть на этом месте и оборонять его до тех пор, пока его не убьют. Вот. И это, кстати, между прочим, очень полезная штучка, например, которая вам поможет сохранить этим ботам жизнь, и также помогать отстреливать ментов из-за укрытия. Также Веркил в этом патче исправили весьма надавшийся ми-бак, когда боты вас просто-напросто не могли поднять вдвоем. Допустим, возьмем для примера того же самого бульдозера, и, допустим, он вас взял и убил. И после того, как боты к вам подходили и пытались вас поднять, они не могли понять, кто из них вас поднимает. И поэтому зачастую вы умирали, так и не поднявшись с помощью своего бота. Теперь же эта вещь исправлена, и теперь боты вас всегда будут стабильно поднимать при любых условиях. Также с этим патчем добавился новый звук подключения игроков в ваше лобби, когда вы находитесь либо в настройках игры, либо в вашем инвентаре. И также в веке добавили весьма интересную штуку, как бан-лист. То есть с этим бан-листом вы можете банить всех игроков, которые вам не понравились, которые играют с читами, либо которые просто вам мешают играть. Вы их можете засунуть в бан-лист, они перенесутся вам сразу же в левую часть бан-листа, и после чего вы сможете их сразу исключить, и вы больше с ними никогда не попадетесь в одном лобби. Эта штука весьма неплохо работает, и наконец-то хоть как-то сможет поставить читеров на свое место. Ну и наверное самая интересная деталью всего этого времени стала введение нового сейфа, а именно комьюнити сейфа номер 1. В этом сейфе находятся все скины, которые сделали сами игроки комьюнити. Все эти скины вы можете поставить в самой игре, во вкладочке «Быстрая покупка» и «Просмотр сейфа», а также на сайте Overkill, а также по ссылочке в описании. Ну что могу сказать про первый комьюнити сейф, он получился весьма неплохой, здесь весьма много красивых и хороших скинов, тем более то, что этот сейф теперь он как бы новый, он падает всем игрокам, раз в неделю как-то было раньше со всеми старыми сейфами, ну и теперь это внесет хоть какой-то, не знаю, ажиотаж или хоть какое-то разнообразие в Payday. Здесь конечно есть несколько интересных скинов, а именно 911, весьма неплохой здесь сделан, GL40, вот синий тоже весьма неплохой, ну и наверное третий скин, который мне больше всего понравился, это новый Бронко 44, он теперь у нас красного качества, это по-моему уже второй Бронко, который имеет свое красное качество. Ну а также мне этот сейф выпал буквально недавно с дропкарт, но я думаю, что под конец ролика почему бы не взять и открыть новый комьюнити сейф, и посмотреть, что из него мне выпадет. Ну и давайте мы тогда перейдем во вкладочку «Сейфы», найдем этот комьюнити сейф, я абсолютно без понятия, где он здесь у меня лежит, вот он нашел. Вот, этот сейф также открывается без дрели, как и все сейфы второго поколения, так что с этим проблем у вас никаких не будет. Ну ладно, ребята, давайте мы тогда немножко скрестим пальцы и будем надеяться, что оно хотя бы выпадет что-то розовое либо фиолетовое из этого сейфа, так как самые годные и хорошие скины это розовое, фиолетовое и красное, соответственно. Ну ладно, давайте. Первый комьюнити сейф от сообщества по идее. Ну да, да, как обычно, синька, ничего нового. КСП 58, поношенный. Качество, конечно, просто ужасное, но пулемет весьма неплохой, я вам честно скажу, если посмотреть на него в отличном состоянии, но вот в таком качестве, конечно, это весьма слабый и, как говорится, не особо красивый скин. Ну ладно, хоть что-то у нас из нового коллекции теперь появилось в моем инвентаре. Ну и под конец этого видео, ребятам, предлагаю подвести итоги всего этого обновления и оценить его по 10-бальной шкале. Лично мне, ребята, это обновление очень сильно понравилось, оно, наконец-то, хоть как-то изменяет и улучшает игру в лучшую сторону, так что от меня в реке Лудзе это обновление получает 8 из 10 по 10-бальной шкале. Хоть мы в последнее время про них весьма плохо думали и вспоминали, но теперь, ребята, они вроде как одумались и начинают выпускать весьма годные обновления, так что будем надеяться, что следующее обновление будет таким же хорошее, как и это. Ну, а если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайки, также подписывайтесь на канал, если вы что-то не сделали, заходите в нашу группу ВКонтакте и Стиме, а с вами был Хьюго, я вам желаю удачи и до скорой встречи в новых видео по Пойди 2. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok